Я вас очень люблю, и начну с того, что мне надо попросить прощения. Толик, микрофон ближе поставь. Услышаешь, что я сказал? Мне надо попросить прощения. Знаете, когда я на той неделе, ну на этой неделе, я звонил Дмитрию, и говорю, Дим, зря пастор сказал, что уезжают отдыхать. Наверное, многие не придут. Те, кто любит Господа, обязательно придут. А я, знаете, в сердце подумал, выйду, цехидничаю, скажу, ну что, кот из дома, мышь в пряску, разбегутся все. Вы простите, что я о вас так плохо думал, я намного хуже. Ну вот так получилось. Слава Богу, что мы понимаем реалитеты в жизни, понимаем, кто настоящий хозяин в этом доме. Это Иисус Христос. Аминь. Знаете, будут меняться пастыря, руководители, зераконы, будут группа прославления. А Бог, Божий Дух, будет всегда присутствовать в собрании верующих. Вот кто настоящий хозяин, и к кому мы должны приходить, и об этом никогда не забывать. Еще раз прошу прощения, а то я не начну. Проповедь будет объемная, мы будем напитываться духовной пищей. Дай Бог, чтобы она была по вкусу, чтобы ее усвоили. Знаете, если духовный человек не будет питаться духовной пищей, он вырастет очень слабо. В миру это, говорит, дистрофия. Знаете, если вот детей не кормить с детства, или кормить плохой пищей, ну дистрофия вырастет, да? Ни к чему не способен, обуза родителям, и все. Ну и чтобы мы духовно возрастали, нам нужно прежде всего хорошо питаться духовной пищей. Тогда мы вырастим здоровенькие, и будем радовать своего родителя. Кто наш родитель? Бог. Вот он радуется, да? Он, конечно, любит и слабеньких, и таких, ну, знаете, здоровый ребенок в семье, это всегда здоровый ребенок. Слава Богу, что мы сегодня с вами в собрании, и, конечно, слава Богу, братья и сестры, что у нас есть Слово Божие, которое наставляет нас, в чем? В вере. Слово Божие нам дармо, чтобы мы наставляем в вере. Бог нам наставил его, да? Мы будем сегодня с вами обращаться, будем обращаться сегодня с вами в битве, и Бог нам в помощь. Чтобы Бог в Дух Святой просветил. Просвещение Духа Святого, там ничего не понятно. Знаете, многие люди, даже имеющие несколько высших образований, обращаются к Гиблии, ничего не понимают. Почему? Потому что Дух Святой не просвещает. А какой-то бабушка, дедушка, или там бывший двуточник, или что. Дух Святой открывает, и он все понимает, что не говорится. Все понимает. Для кого-то загадка, для этих ученых, докторских течениями. А для простого человека все понятно. Потому что Дух Святой просвещает. Потому что это книга духовная, и мы должны, чтобы Дух Святой просвещал нас. Хочу предложить вам за проповедью, место из Святого Писания. Это второе послание к Коринфянам. 13 глава. О чем она нам говорит? Она нам говорит. Сегодня мы с вами постараемся на основании Святого Писания разобраться в самих себе. Действительно ли мы верим, или просто выбрали для себя удобную религию? Вот в своем послании апостол Павел побуждает нас исследовать нашу собственную жизнь. На предмет того. На предмет того. Действительно ли мы верим? Современным языком он предлагает нам протестировать самих себя, и через это узнать. Есть ли у нас свидетельство или доказательство нашей веры? Порой, братья и сестры, наше воображение может сыграть с нами злую шутку. Иногда мы желаем и выдаем за действительность. Бывает так, что человек о себе думает одно, а в действительности, попадая в то или иное обстоятельство, он поступает совсем иначе. То есть поступает не так, как он о себе думал. Знаете, мы всегда о себе думаем очень хорошо. Мы такие сильные, грамотные, слабые, мы можем устоять. А приходят в действительность, а на самом деле мы не то, что о себе думаем. Знаете, хотеть каким-то быть и быть им в действительности, это совсем разные вещи. Вот почему Павел говорит, испытывайте самих себя. Верили вы? Протестируйте самих себя, чтобы вам не осталось ошибиться насчет самих себя. Итак, являетесь ли вы на самом деле тем, как вы о себе думаете? В жизни человека, который называет себя христианином, есть некоторые познавательные знаки, по которым он может ориентироваться и протестировать самого себя. Мы разберем три из них. Их много, но три из них. На мой взгляд, они самые важные. Я его перечислю, о которых мы начнем. К таким свидетельствам относятся, в первую очередь, это искреннее доверие Христу. Второе, опознавательный знак. Перемена нравственного состояния, приводящая к послушанию к Богу. И третье, опознавательный знак. Это очевидные плоды Духа, в том числе, любовь, собратья, поверить. Итак, начнем с первого. На что нам нужно обратить внимание? Это если у нас искреннее доверие Христу. Ну, что значит искреннее? Это без фальши, непритворно. Вот что искреннее. Не только на словах, но и на действиях. Мы все знаем, что такое искренний человек. Который не притворяется, не обманывает ни людей, ни себя. То есть искреннее. Если он говорит, то он это и делает. Ярким примером доверия Христу нам может послужить 22-й псалом. Все вы его знаете. Господь пастырь мой. Этот псалом сам по себе выражает глубокую веру в Господа. И полное истинное доверие Иоанна. Мы сейчас его прочитаем. Наглядно вчитаемся. Господь пастырь мой. Я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пашечах и водит меня к водам тихо. Подкрепляет душу мою. Направляет меня на стези правды. Ради имени своего. Если я пойду изолена смертной тени, не убоюсь зла. Потому что ты со мной. Твой жезл и твой посад. Они успокаивают меня. Ты приготовил предо мной трапезу в виду рабов моих. Мастил елеем голову мою. Чаша моя преисполнена. Так благость и милость твоя сопровождают меня во всей жизни моей. И я пребуду в доме Господнем многие дни. Аминь. Аминь. О чем я хочу сказать? Как бы я и себя в этом критикую. Порой к большому сожалению мы доверяем Господу лишь до того момента, когда наши интересы пересекаются с Его волей. но когда они расходятся в наши интересы или когда мы попадаем в стесненные обстоятельства или что-то не допонимаем, то что происходит? Наше доверие Господу подвергается сомнению. Что-то здесь не так. И здесь очень важно определиться, кому мы больше доверяем? Себе или Господу, своему пастырю? Делаем ли мы так, как нас учит Библия или полагаемся на свой опыт, разум и возможностей? Этот выбор нам и покажет. Искренне мы доверяем Господу или нет? Знаете, овечка идет за пастухом, они никуда ей вздумаются. Знаете, одна, все стадо идет в одну сторону. Нет, ты пастыр, что-то ошибаешься. Я пойду в другую. И если мы говорим, то мы искренне доверяемся Богу. Мы все овцы паства Его. Но мы должны идти за кем? За Господом. Даже если нам кажется, что Господь нас знаете, чего-то недопонимаем, или нам кажется, что-то здесь не так. Мы должны все равно довериться Господу. Братья и сестры, о чем нам говорит этот псалом, который мы зачитали, что Господь пастырь может? Конечно, о полном уповании на Господа и о смиренном послушании. Для христианина пастырь это кто? Христос. И он идет за ним и надеется на него в любых жизненных ситуациях. И когда он идет по злачным пажетям, это когда нам хорошо, и когда проходит в долине смертной тени, то есть и в радости, и в горе. За Господом идет. И в достатке, и в нужде. Идет за Господом. И не покидает своего пастыря. Не убегает в сторону. Как написано? Если я пойду в долине смертной тени, не убоюсь зла. Почему? Ответ. Потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Братья и сестры, если мы так говорим, и поступаем так, как мы говорим, то тем самым мы выражаем, что искреннее доверие Христу, своему пастыру. Вот что искреннее доверие. Идти за Господом. В любых ситуациях. Второй опознавательный знак нашей веры. Это нравственное обновление, производящее послушание Бога. Такое обновление в жизни верующего человека еще называют процессом освящения или преображения. Это действие в нашей жизни, когда все у нас обновляется. Во что обновляется? Какого человека? По образу Божьему. Мы преображаемся. Человек, рожденный от Бога, преображается в облик Иисуса Христа. И Бог нас преображает. И мы получаем способность все более и более умирать для греха и жить для праведности. Вот это преображение у нас делает. Мы, знаете, не сразу человек становится таким сильным, крепким. Преображение дает. И процессом преображения возрастает у нас духовный человек и он сопротивляется. Сначала грех ему ненависит, но он его делает под привычкой. Бывает и так. Потом он начинает с ним сражаться. И наступает время, когда он хорошо питается духовной птичей, когда воспитывает себе духовного человека, развивает, старается. Приходит время, и он начинает побеждать грех своей жизни. И Дух Святой побуждает его для жизни. Такой правед. Это процесс, это длительная работа Бога в наших сердцах, создающая чувство склонности и добродейственности, свойственных кому? Самому Христу. Второе послание Кориции на апостолы Павла, 3 глава, 18 стих. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу как всему, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Аминь. Что делает Бог? Бог насаждает верующим в человеке ранее неизвестные чувства. Это стремление к Богу, стремление любить, молиться, поклоняться и рождать Богу. То, что чувства этих у нас раньше не существовали. Они у нас зарождаются, когда мы рождаемся, когда Бога нам дает рождение свыше. Давайте протестируемся не всегда. Есть ли у нас хоть какая-то перемена? Что не будет сдвинулась у нас с мертвой точки в сторону послушания Богу или нет? Или мы называем себя верующим лишь на том основании, что посещаем очень редко богослужения. Некоторые считают, что достаточно крестик повесить. Я не против. Это хорошие силы. Но надо, чтобы сердце наше было. Наш разум, наше сердце, отношение к Богу, отношение к жизни, отношение к людям. Я как-то проезжал по Александровской, там есть магазинчик хлебный, пчелка, там очень хороший хлеб продают. Купили с женой хлеба, мягкий, хороший. И вышел она против, там стоит ларек. Ларек, знаете, такой, раньше продавали сигареты, но его забросили, от электричества отсоединили, он такой перекошенный, выбитый стерло, неухоженный. и вывеска на нем висит. Знаете, раньше у нас была, были сеть магазинов, три богатыря. Ну, видно, когда меняли эти магазины, поменяли, хорошая, яркая, хорошая вывеска. Вот представьте, ларек, разбитый, со стеклами, все, на распашку, но зато вывеска висит красивая, яркая, три богатыря. К чему это, братья и сестры? Вы, наверное, уже сами догадались, да? Название должно соответствовать содержанию. Знаете, иногда от христианина только одно название, что это каждый из вас родился. Непосильная полоскодька, вот это. Я только говорю, что мне Бог положил. Я сам такой. Если у нас ничего не поменялось в нашей жизни, не затронуло ни наш рас, ни наше сердце, то нам стоит серьезно задумываться. Веруем действительно в Господа? Или просто изображаем из себя верующих? Просто надеваем себе маску? Это нужно в первую очередь кому? Мне. Каждому из вас не будем искать соринку влаги брата. Пускай каждый сам разберется. У нас у каждого по бревне находится. Правильно я говорю? Не надо осуждать. В себя загляните. Я в себя, вы в себя. Это в первую очередь нужно вам. И третье. Это очередные плоды Духа. В том числе и любовь с собратьем в хамиле. Ну начнем с плодов Духа. Галатам 5 глава. Двадцатого стиха. Это плоды Духа. Это чувство, которое Бог насаждает нас, развивает. И должны вверх человек развиваться. Плод же Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, трудность, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые крестовы, распяли плоть свою со страстями и похотями. Но те, которые крестовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем по Духу, то по Духу и поступать должны. Не будем счастливаться, друг рожать, друг другу завидовать. Аминь. В этом своем послании, на том мы с вами дочитали, апостол Павел перечисляет плоды Духа, которыми должен обладать человек, который претендует называться духовным. Вот этими качествами должен обладать духовным человеком, а не просто называться. Эти плоды Духа выходят далеко за рамки законной праведности. Я долго думал, говорить или не говорить, но все-таки скажу. Знаете, каждый проповедник, когда он готовит проповедь, пропускает проповедь прежде всего через себя. По крайней мере, так должно быть. Когда я готовил эту проповедь именно по этому стиху, что говорить, я очень сильно приткнулся на этом месте и получил для себя большое обличение. Знаете, обличать всегда легко. учить людей, даже легко готовить проповедь. Знаете, самое тяжело это заглянуть во внутренний себя и честно сказать, посмотреть на себя со стороны вот что тяжело, вот что мы должны делать не в чужие, не на брата заглядываться, не в что-то, заглянуть сами в себя. умничьи стоят здесь хорошо, а когда заглянешься передумаешь а есть ли у меня эти плоды? Кто мне сказал, что я дал не встанет или кроткий для воздержанных. Знаете, я не в остоге от своих каких-то плодов. Будет продолжать мне очень стыдно, но я пришел, прошел этот тест для себя с очень-очень-очень большой натяжка протестировал себя, взглянул на себя. Знаете, если у меня есть какие-то плоды эти, которые говорятся в послании, то они такие маленькие, червивые, недозрелые, что они говорят смешком. Знаете, я очень мучился этим вопросом, может он будет мучить кого-то из вас, кто-то заглянет себя по-честному. Знаете, Господь по великой милости жалился надо мной, Святой Дух Он же не только обличает, но и утешает, и одобряет. В Библии есть такой стих с филиппийской первой главы. Что там написано? Будучи уверен в том, что начальше у нас доброе дело, будет совершать его даже до дня и сухи и сухи в мире. Знаете, Бог насаждает эти чувства. Любовь, рода, долготерпение. И Он завершит это дело. Он доведет его до Харшина. Каким образом Господь? Богосподь взращивает, да? И насаждает, и взращивает. Что Он делает? Он поливает, окапывает. А кому-то надо и лозом обложить, удобрением. Вот так Господь с нашими сердцами работает. Вот у него деду спрашивает, дедушка, ты такой мягкий, добрый, отзывчивый, а вот ты и в тюрьме сидел, при Сталине, и в лагерях, и в пятой, голод прошел. А дедушка, оттого я мягкий, потому что мне жизнь мягкая. Знаете, пока жизнь нас лимнет, мы не будем мягкими. Посмотрите на нынешнее поколение, отчего они такие злые, особенно золотая молодежь, которая вам жизнь забивает, издевается, насмехается над стариками. Потому что они имели нужды, потому что они ходили голодные, потому что их жизнь не учила. Вы знаете, когда жизнь человека намучат, тогда он становится мягким, отзывчивым. Люди, которые проходили через войну, они их не подвелились, да, и последним то, что есть, и ухаживали за чужими людьми. Сейчас люди живут, в одном подъезде и не знают вдруг, как его зовут. Бог нет. Людям. Надеюсь, на Господа, что эти плоды во мне незрелые, маленькие, когда-нибудь созрели. И пью в более приличной виде, чем они имеют сейчас. Я уловил себя на мысли, думая, а молился я когда-нибудь, чтобы Бог даровал мне кротность, поддержание, одержение. Дай, Господи, дай, дай, дай. Нет, научи меня переносить, не роптать. Вот эти качества. Вот это плоды духа. Это смирение, долготерпение, еще многие качества перечисляют. Это духовные качества. И последнее. Любовь со братьям поверить. Последнее в смысле тема пробования. В жизни христианина любовь со братьям поверить должна всегда стоять на первом месте. Начнем с того, что христианская любовь это отличительный знак или признак христианской жизни. И ученики Иисуса Христа познаются именно по этой деятельной любви друг у друга. Евангелие от Иоанна 13 глава Заповедь новую даю вам долюбите друг друга как я возлюбил вас так и вы долюбите друг друга потому знает все что вы мои ученики если будете иметь любую меру собраться. Вот почему это есть ученики Христа. По любви они потом что очень громко кричат Халлилуйя или там топчутся или там свечутся нет полюби друг другу вот о чем узнаются ученики о чем говорится в этих двух стихах это о том что образцовка себя любви между братьями и сестрами должна служить прежде всего жертвы на любовь Христа мы любить как Христос нас вас любил да любите друг друга как я вас любил вас как Бог нас любит так и мы важно любить друг друг вообще неверующих в том числе и наше с вами это любовь должна проявляться сверху наше собрание является тем местом где эта любовь должна проявляться когда в первую очередь потому узнать что вы ученики если будете иметь любовь между собой любовь был знаком с одним человеком мы были знакомы лет 20 он уже тогда старенький был я на служение знакомым наставником в церкви реабилитации он привозил туда своего взрослого сына и он рассказал мне свою историю жизни которую я запомнил на всю жизнь добрый человек отзывчивый приятно всегда было с ним общаться молодые годы он попал в лагеря подонос или что там дети сидели его поместили начальник лагеря расширился он маленький он так маленький вообще хрусткий был чтобы на тем не издевались его поместили в барак верующим людям и он рассказывал такую историю в бараке сидели верующие все православные католики протестанты баптисты арбитисты в разные динаминации даже сидел один кардинал и такая история воскресенье так или иначе все собирались по своим группам православные одной пучкой католики одни протестанты другие кто свечки жет кто молится как удобно кто псалмы поет то еще что-то и в конце служение окончается утреннее они опять между собой начинают общаться и начинаются споры у кого динаминация лучше кто правильнее поклоняется те разговоры которые ведутся и сейчас знаете был у них один старичок я не помню в каком конфессии относился но он всегда говорит братья начинали шуметь кто-то толкаться кто-то на повышенных тонах кто-то глаза уже злые и он всегда говорит тише братья сатану разбудут знаете удивительная вещь сатана враг душ человеческих повезти в один барак и он понимает что они дети души а они между собой не понимают что они братья и ссорятся это и ругаются прежде всего я хочу сказать что мы христиане а потом уже католики православные протестанты это уже потом в первую очередь мы христиане а потом уже у нас идет как-то различное лечение а не наоборот я сначала баптист а потом христианин или я православный потом христианин а если я не православный то я не христианин человек в первую очередь должен ассоциировать себя с тем что он христианин а потом уже принадлежать какой-то конфессии и деноминации братья и сестры это пример того как мы не должны относиться друг к другу кто является нашим собратом Павел кто тот кто любит Господа и верует в Иисуса Христа как своего спасителя все остальное все от людей конфессии динаминации традиции ритуалы и тому подобное Господу надо проклоняться духе и истине все а кто куда свечку поставит кто как служение провозит это уже все от людей разделение братья и сестры это не есть плод духа любви а совсем другое это от другого подарка мы получаем это позор истории христианства стыд когда в семье ссоры и разногласия думаю ни одному родителю не приятно когда братья в семье ссорятся друг друга колотят или еще чего-нибудь или плевит плевит сплетни мы должны знать что важна не форма поклонения ритуала или традиции а сам факт любви людей Господа и собрать поверье когда это мы будем иметь любовь к Господу настоящую искру и любовь к братьям поверье тогда вот этих конфликтов не будет люди будут искать акт примирения то что их объединяет они разъединяют знаете это оружие шатаны разделяя и благо как ему приятно когда братья ругаются знаете если нет у вас в чем-то совместия ну лучше не говорите об этом зачем вам как в какой семье брат моет чашку или как он ходит в туалет или как он умывается у нас должна объединять угол к Богу важно о ней не только говорить проявлять о важности любви о ее силе говорится в первом послании Харитина апостола Павла вся глава посвящена ей так что наберите терпение это очень очень важная глава и она нам говорит что такое любовь о ее силе насколько она важна в жизни христианина Павел вот в этой главе убедительно доказывает нам о бесполезности всего о жертвенности ритуала о каких-то наших даров если ими пользоваться есть любви считай внимательно вчитывайся то что там написано со смыслом если я говорю языками человеческими и англическими а любви не имею то я медь свинящая или кивлак звучащая дальше если я имею дар пророчества и знаю все тайны и имею всякое познание и всю веру так что могу и горе переставлять а не имею любви то я ничто если я отдам все свое имение и отдам тело мое на сожжение а любви не имею нет не в том никакой пользы что делает любовь любовь долготерпит милосердствует любовь не завидует любовь не превозносится не гордится не бесчинствует не ищет своего не раздражается не мыслит зла не радуется не правде а сорадуется истине как все покрывает все верит всего надеется всего переносит любовь никогда не перестает хотя и пророчества прекратятся и язык yok и знания упразднятся ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчества когда же настанет совершенно тогда то что отчасти прекратится когда я был младенцем то по младенчески говорили по младенчески мысли по младенчески рассуждал А как стал мужем, то оставил владельчество Теперь мы видим, как мы сквозь тусклое стекло, гадателя Тогда же лицом к лицу Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю подобно, как я поздно А теперь пребывают все и три Вера, надежда, любовь Но любого из них больше И если мы говорим, что веру, говорим, что надежда, а любви не имеется Любого важнее всего Это место из Библии ясно нам говорит о бесполезности всего О бесполезности всех дорог, знаний и даже жертвенности И тому подобное Бесполезно, если мы не пользуемся, мы не пользуемся без любви Жертвовать надо с любовью Пользоваться дарами для служения церкви С любовью, кому? С лишним, поверить Первая заповедь, и как вторая Возлюбить Господа своего всем сердцем, душой и разумением И вторая, потом наездить Возлюбить вечного своего, посланного себя Нет большей заповеди Иисус Христос говорит, на этих заповедях Больше этих заповедей нет Остальное все уже происходит И уважение, если мы любим Господа и братья Тогда мы же и любим и родителей Тогда мы не воруем Тогда мы не убиваем Любовь, это стержень Стержень, на котором утверждается все учение Христа Он мучает нас, приемли, всего любить Все остальное важно, но оно второстепенно Если нет нас любви, то нет нам в этом никакой пользы Тогда мы бесплодны Ничего не можем родить Сотворить никакой пользы Без любви Братья и сестры будем любить друг друга Как Бог возлюбил нас И помнить, что взаимная любовь к христиан Это верный признак новой жизни Жизнь, как вот, Христовая И закончим проповедь Стихом в Духове лице 1 Иоанна 4 права Возлюбленные Будем любить друг друга Потому что Бог Что любого от Бога И всякий любитель Рожден от Бога Я знаю, что Аминь Давайте курс Прямо